Обращаемся к вам с просьбой принять участие в разрешении ужесточившегося конфликта между администрацией города Ачинска, Красноярского края и предпринимателями города Ачинска. Так как, куда бы вы ни обращались, ни местные СМИ, ни местные чиновники повлиять на сложившуюся ситуацию в нашем городе не могут. Сложившаяся ситуация такова. В период сложной экономической ситуации в стране новый глава нашего города, Генков Игорь Петрович, намеренно уничтожает малобизнес в городе. В частности, ведется беспрецедентная война с несационарными торговыми объектами. Далее НТО. Попреки постановлению правительства Российской Федерации номер 336 от 10 марта 2022 года, принимателям массово отказывают размещение нестационарных торговых объектов. Это касается любых объектов, как тех, что установлены много лет назад, так и тех разрешений на размещение, которые выдавалось совсем недавно. Несмотря на то, что Игорь Петрович возглавляет город менее месяца, уже запланированы поверка и снос более чем 500 объектов НТО. По самым разным причинам. Охранная зона инженерных сетей, треугольник видимости, благоустройство улиц, пожарный разрыв и прочее. Хотим обратить ваше внимание, что все объекты НТО устанавливаются разрешением администрации. С согласованием всех структур в городе. ГИБДД, теплосеть, энергоназор и прокуратура. И другие. Все собственники состоят на учете в налоговых органах и являются добросовестными налогоплательщиками. Налоги, аренда земли, волос, мусор, вода, свет, медицинские и пенсионные взносы. Так, например, как и во многих других муниципальных образованиях, даже в Кариевом центре, многомиллионном городе Красноярске, допускается размещение НТО в охранных зонах инженерных сетей. При согласовании с сетевыми компаниями, как было и в нашем городе, и свежие согласования у предпринимателей есть. Только теперь администрация запретила такое размещение, изменил сам регламент для размещения НТО. Придолжение два выписка из постановления 049 по городу Ачинску. Кроме того, в прошлом году проводил благоустройство двух центральных улиц, проспекта Латынкова, улицы Краченко, а также частично улицы Мира. Администрации города было предложено владельцам НТО привести свои объекты к общему стилю в соответствии с разработанной архитектурой, дизайн-кодом города. Взамен администрация гарантировала беспрепятственное дальнейшее размещение НТО на своих местах. Практически все предприниматели приняли предложение администрации привести свои объекты в соответствии. Добавив, что это решение потребовало немало ухожения от предпринимателей. Стоимость материала, предложенная администрация, составила 6-9 тысяч рублей за квадратный метр. То есть реконструкция среднего павильона ушла с предпринимателями примерно на полмиллиона рублей, что для нашего города совсем немалые деньги. Многим пришлось брать кредиты, которые придется оплачивать еще много лет. Согласно политике главы города Ачинска, все объекты также подлежат демонтажу. При результате сотни малых предпринимателей останутся не только для средств существования, но еще и с многотысячными долгами. Ачинск – маленький провинциальный город. Население едва насчитывает 100 тысяч человек. У многих семей их НТО является единственным и небольшим доходом. Пример – павильон «Мангал». Единственный доход в семье, в которой двое детей-инвалидов, находящихся на дорогостоящем лечении. Или целая сеть «Васильевский донор», которые 15-летние полка дорог строили и расширяли двое супругов из Ачинска. Теперь почти полностью уничтожены, а у немолодых хозяев в результате таких потрясений начали серьезные проблемы со здоровьем. Мужу инсульт, жена постоянно обращается в медицинскую помощь. И таких примеров множество. Открыть в текущей экономической ситуации в таком маленьком городе новый бизнес в новом направлении, закрывая долги за прошлые, просто невозможно. Нельзя не упомянуть, что нынешней администрацией были предложены компенсационные места для всех объектов. Но только находятся они на заброшенных автостоянках на окраинах города по общей площади порядка 2000 квадратных метров, что неприемлемо. Кроме того, администрация дала возможность предпринимателям заключить договор на размещение СКУМИ на несколько лет, но только оставила за собой право расторгнуть его в любой момент в одностороннем порядке. Также отметим, что уже не раз проходили встречи предпринимателей с новым главой города, на которых многие предприниматели буквально умоляли починить их бизнес, но Игорь Петрович остался неволим. И на последней встрече заявил, уберем всех со всех центральных улиц без разбора в ближайшее время, а кто не уберется, пригоним технику и уберем сами, потом выставим многотысячный счет. При этом все местные депутаты в своих социальных сетях местных новостных каналов говорят о том, что оказывают большую поддержку новому бизнесу. Очевидно, что такой подход вызван нежеланием помочь предпринимателям города выжить в сложной экономической ситуации, а наоборот намеренно уничтожить малый бизнес в небольшом городе. Возможно для того, чтобы заставить простых предпринимателей арендовать помещение во множестве пустующих торговых центров, принадлежащих местным депутатам или олигархам, а тех, кто не подтянет, поставить без привлечения в чете и многотысячных долгах. В служении предпринимателям города Ачинска Красноярского края. Продолжение следует...